Группный план Я имею поручение Геннадия Речи Зюганова приехать и выяснить истоки и причины возникновения, так бы я сказал, кировской аномалии избирательной, потому что последние дни скандалы, выбранные скандалы, которые сотрясают страну, в общем-то они сфокусированы на Кировской области. Вы имеете ввиду снятие списка? Вопрос это то, что сейчас, по сути дела, ну скажем так, компания вышла из берегов и губернаторская. Последние события в Яранске, когда кандидату Мамаеву КПРФ, по сути дела, не дают возможности развернуть агит палатки по заявкам. Все нормально, оформлено, законодательно. Значит, использовать агит палатки, вести агитацию, распространять газету. Ну а беспрецедентный случай, когда ваш избирком запретил агит материал КПРФ, аж центральная избирательная комиссия вынуждена была принимать решение. Ну вообще, это, по-моему, единственный случай на всю страну, когда, ну видите ли, что-то там, какой-то поросенок или кто там, что-то был похож на одного из кандидатов в губернатор. Ну, господа, ну... О чем вы объясняете, да? О чем вы объясняете именно такую ситуацию, которая у нас в регионе сложилась? Вы знаете, я думаю, что здесь прежде всего это говорит о неуверенности исполнительной власти. В том, что, да, она поставила себе какие-то, видимо, рамки. И эти рамки, которые она для себя определила, ну, не очень удается соблести. Я имею в виду процентные, и по явке, и по уровню поддержки этого не происходит. Ну, собственно говоря, и наша социология говорит, что те радужные и шапкозакидательские настроения, которые царят в сером доме у вас, они не соответствуют действительности. Но это отдельная тема. Будем говорить про нашего кандидата. Что меня смущает? Мы имеем в виду Сергея Павлиныча Мамаева. Да, Сергея Павлиныча Мамаева и список КПРФ. Значит, я рад, что справедливость восторжествовала. Я думаю, что этому должны быть довольны и избиратели, потому что ключевое это соблюдение граждан, избирательных прав граждан. Граждане должны иметь право выбора. А когда в стиле ящика день и ночь льется о том, что кто-то, не приходя в сознание, исполняет свои обязанности, ну, вроде бы он не агитирует. А оппонентам не дают возможности даже, извиняюсь, на улице прокричать, а вот моя программа, а вот я предлагаю, а вот я выступаю против коррупции, а вот я привожу конкретные факты, а ему затыкают рот. Ну, извиняюсь, это не выборы и это не нормальный политический процесс. Я встречался и с федеральным инспектором, то есть он мою озабоченность разделил, сказал, что и полпредство будет принимать меры для того, чтобы... И, возможно, в МВД, потому что, ну, это вещи недопустимые. Руководство партии собирается это обсуждать, в том числе и на уровне президента. Все вот эти вот эксцессы, если их не удастся разрулить и ввести нормальную избирательную кампанию. Лично Геннадий Андреевич, вы в курсе этих событий происходящих? Как он реагирует на это эмоционально? Он очень... Если вы посмотрите последние два его прямых телеэфира, то в том числе и проблема Кировской области, она одна из центральных в его обращениях и в том числе апелляции к президенту страны как гаранту конституции. Я думаю, что здесь, судя по реакции постпредства и федерального инспектора, ну, мы здесь услышаны. Я думаю, что взорвавшихся исполнителей здесь все-таки приведут в порядок. Но возвратимся к нашим, как говорится, к кандидатам, к политической борьбе. Что смущает? Нет диалога и нет дискуссии в ходе выборной кампании. Какие формы? Какие форматы вы имеете в виду? Есть понятие дебатов. Открытых? Открытых нет. У нас внесено законодательство. Единая Россия настаивала. Вспомни, несколько месяцев назад только и говорили. Единая Россия добилась обязательности дебатов. И где обязательность дебатов на выборах главы региона? В рамках праймерис Единая Россия и проводила эти дебаты. Нет, но в рамках праймерис, ну извиняюсь, здесь это сопоставляется. Здесь есть четыре кандидата. Есть Сергей Павлович Мамаев, есть действующий в Рио. Он не губернатор, он еще временно исполняющий обязанности. Будет, не будет. Это уже второй вопрос. Почему нельзя встретиться? Почему нарушается закон? Вообще-то это по большому счету нарушение закон. Написано обязательность дебатов. Единая Россия. Дальше. Большинство губернаторов, кандидатов в губернатор от Единой России проводят и встречаются, участвуют в дебатах. А что, у вас рыжий что ли? Почему действующий губернатор? Ему некогда. Он не приходя в сознание, там встречается, проводит дебаты на улицах. Но, извиняюсь, одно дело проводить дебаты со старушкой, которая к тебе пришла щелобитная, а другое с равным оппонентом, который представляет твои огрехи, который представляет альтернативную программу, как Сергей Павлович Мамаев. А ты что, боишься? Слабо? Получается слабо? Нет. Понятно, что я вот проехался по Кирову и гляжу, что там это самое сколько-то, три двери отремонтированы в больнице, там, или аэропортует. Ну, а сколько лекарств не получило? Проблема лекарственного снабжения граждан. Простите, у нас все-таки несколько уже объектов здравоохранения презентованы, отремонтированы. На трех дверях слишком, так уж уничтожительно говорить. Понимаете, это, честно говоря, это мелко для главы исполнительной власти, который уже год на своей должности. Я не отрицаю того, что это нужно сделать, но, кстати, я и представляю Центр политической культуры России, и мы тоже делали замеры исследования по данным выборам. Я хочу сказать, что проблемы медицины, одни из ключевых, это одна из болезнейших точек в массовом сознании. Но в целом, на страны, конечно. Нет, в целом страны, да. Но если говорить про Кировскую область, медицина, это одна из, ну, скажем, болевых точек, которые зашкаливают. Мы же проводили и срез общефедеральный, и проводили срез и кировский. А несколько структур, кстати, этим занимались, да, конечно. Нет, ну, этим занимаются многие, потому что каждая политическая сила, она должна понимать, с какими настроениями она работает, как выражать. Так вот, если говорить проблемы нищеты, бедности, низких зарплат, значит, если сравнить с общефедеральными показателями, то здесь просто в Кировском регионе стоит крик, то есть он стоит гораздо громче, проблема более остра, так давайте обсуждать эту проблему. Что предлагает Мамаев, что предлагает действующий в Рио, другие, это люди должны знать, что изменится после выборов. Если после выборов только уберут плакаты и обещания, там, кто там что-то на миллиард пообещал, да, значит, ну, вообще-то миллиард обещать тоже нельзя. Я так понимаю, что еще Центральная избирательная комиссия будет разбираться с этими публичными обещаниями материальных благ. Это прямая норма нарушенного законодательства в отношении, я в данном ключе говорю, действующего губернатора. Или, допустим, проблема дороги и транспорт. Значит, ну, если брать федеральные показатели и у вас, то у вас в четыре раза выше острота этой проблемы по нашему замеру, если сравнить с федеральными. Здесь какая политика? Значит, дорожные фонды, значит, привлечение инвесторов. То есть, изложите программу, давайте сопоставлять, что вы будете делать, что вы будете делать, этого же нет. И получается, что идет одно разрезание ленточек с одной стороны на телеэкране, с другой стороны Мамаеву глушат и не дают высказаться. А с третьей стороны, да, спите спокойно, орлы боевые, да, выборы пройдут, все забудется, все будет нормально. Но выборы-то не для этого. Выборы для того, чтобы определить траекторию развития региона и показать, чья программа лучше. Значит, мы считаем, что у Компартии, у Сергея Поляновича Мамаева она лучше, потому что она опирается как на федеральные наработки. Я имею в виду здесь 10 пунктов Зюганова, которые были сначала на Орловском экономическом форуме, озвучены теперь на последнем съезде, которые предполагают прежде всего решение социальных проблем за счет нефтегазовой ренты и перераспределение ресурсов внутри страны за насчет наиболее обездоленных слоев населения и в точке развития. И то же самое у Мамаева. По сути, давайте обсуждать. Вот Мамаев автор законопроекта по развитию сельскохозяйственной кооперации. Но село стонет, село не получает должное развитие при всех разговорах об омертозамещении. Крестьяне не может сдать свою продукцию. Значит, есть конкретная наработка, в том числе и на фракционном уровне, и здесь. Это не обязательно решать на федеральном уровне, это можно решить на региональном. Давайте обсуждать эту проблему. Вы говорите все время, давайте обсуждать, давайте сопоставлять. А в рамках чего? Вот я говорю, для этого нужны дебаты. Дебаты, да, вы имеете в виду, да? Хорошо, если нет дебатов, значит, давайте потребуем, значит, у вас же есть тоже площадки медийные. Значит, ну, хотя бы задавайте журналисты вопросы действующие. Давайте избиратели задавайте вопросы. Понимаете, самое страшное в этой ситуации – это тишина и пофигизм. Значит, тишина и пофигизм, они, в общем-то, доведут Россию до беды. Она обернется все и месивом, и, скажем так, и междоусобицей. Потому что, да-да, сейчас все тихо, всем все пофиг. Но от того, что не решаются проблемы, и власть уверена, ага, мы здесь нагнули, здесь мы заткнули рот, здесь мы подкупили. Так, ситуация не то, что не разрешится, будет только хуже. Ну и, честно говоря, иногда встречаю дискуссии о присоединении Кировской области к Удмуртии. Есть такие слухи. Не только Удмуртия, но еще и Республика Коми. Значит, если откуда это влезло, то, господа, исполнительная власть, администрация, определитесь, правда это или неправда. Потому что, извиняюсь, это очень тяжелые, ну, скажем, последствия и для региона, если это действительно обсуждается. Да, я просто знаю, что на федеральном уровне есть некоторые проекты укрупнения регионов. Но если это всплыло здесь, то, честно скажите, людям, значит, губернатор чего будет здесь? Значит, или представитель какой-то части будущей губернии, или дальше, проблема производства. Ну, давайте все-таки дадим ответ. 800 крупных и средних предпринимателей ушли из региона. Да, я так слышал. Это статистика КПРФ? Да, да, да. Ну, я не слышал, чтобы ее опровергали. Я не слышал, чтобы ее опровергали. Это, кстати, видно и по темпам развития. Если бы сюда приходил бизнес и инвестиции, то мы бы имели показатели позитивный рост. Но раз этого нет. Значит, почему уходит? Почему? Кто виноват? Мамаев виноват? Или все-таки Васильев, который... Или кто там? Белых? Ну, ладно, уже наследствие Белых ссылаться на него уже, наверное, неудобно. Уже есть год работы временно исполняющего обязанности. Значит, давайте сопоставлять. Область должна иметь перспективы. Значит, перспективы эти не определены. Область должна понимать, значит, люди. Ждать им улучшения или хотя бы стабильности. А я скажу, как и федеральный политик, нас очень тревожит. Я только вчера вернулся с заседания бюджетного комитета Госдумы. Значит, правительство выкатило предложение о том, чтобы льготы, которые вот вроде бы сейчас предоставляются гражданам, все-таки не ветеран труда, а по нуждаемости. То есть, что значит по нуждаемости? Этот принцип у нас реализуется в области. Значит, понятно, что он реализуется. Но теперь получается, это как там по нуждаемости? Курортный сбор, да? Для того, чтобы поехать в курортное место, ты, если ты нуждающийся, должен предоставить справки. Сколько у тебя там курс, сколько у тебя... Ты что, поедешь собирать эти справки, что ты нуждаешься, чтобы тебя освободили? Или то же самое по тем минимальным льготам, которые существуют у ветеранов? Значит, ну и определено по законодательству, что есть такие-то категории льготные, есть понятие льготная категория. А теперь пытается вообще это отвернуть и ходи собирай день и ночь справки. Ну это... Если, не дай бог, это сейчас пройдет через Государственную Думу, я думаю, что и наша фракция КПРФ будет против этого выступать. И думаю, что и ума хватит у «Единой России», это дело предложения бухгалтеров. Понимаете, вся беда в том, что у нас во всем заправляют бухгалтера. А безумные бухгалтеры – это самое страшное. Я в данном случае говорю, не обижая финансистов, но когда над политической целесообразностью, над интересами граждан встает только дебет с кредитом, и там человеческие судьбы поломали, и здесь в угоду цифре – это беда. Вот, к сожалению, и в том числе и в Кировской области эта проблема. Потому что интересы избирателя приносятся в жертву каким-то вот этим вот самым дебетом, кредитом и безумным бухгалтерам. Давайте сейчас еще поговорим о губернаторской компании. Все-таки, как известно, у нас четыре кандидата на пост главы региона, представители «Единой России», действующие в РИО, представители ЛДПР, представители КПРФ и представители коммунистов России. Всего четыре кандидата. Вот такой расклад. Как вы оцениваете? Ну, во-первых, я удивлен, почему нет представителя Другой парламентской партии четвертой. Справедливо России, вы имеете в виду. Как сложилось, так сложилось. Мы понимаем, что для меня большое удивление, да, эти мифические коммунисты России. И звать никак, и есть ничто, и депутатов нет. Мы понимаем, что это, ну, скажем так, петрушка действующего в РИО. То есть есть сильные кандидаты. Это старая технология. Вот, понимаете, да не думают, что избиратель, вот в Кировской области, он такой дурной, что его можно на этой мяке не провести. Но, понятно, есть сильный кандидат КПРФ, который является реальной альтернативой действующему в РИО. Значит, и понятно, нужно, чтобы запутать, ну, скажем так, бабушек в деревне вводят, каких-то коммунистов России. Да нет такой партии. Нет. То есть их депутатов нет откуда. Но это бог с ними не будет. То есть позиция КПРФ по части коммунистов России, она неизменно остается. Нет. Значит, ну, есть фейковая партия, это, как сам, аватар административного ресурса для обмана избирателей. Поэтому здесь все. Значит, есть представители ЛДПР. Ну, я понимаю, они выражают там интересы какого-то бизнеса. Да, ну, хорошо. Есть какая-то часть избирателей. Значит, ну, честно говоря, выбор у вас не широк. Не широк. Не широк. Это плохо? А? Это плохо? Я думаю, что это плохо, потому что, ну, спектр интересов у граждан все-таки гораздо шире. Жизнь, она более красочная. Да, более красочная. Почему? Значит, для того и состоит двухтуровая система выборов. То есть, что сначала определяются лидеры, значит, эти лидеры уже собирают коалиции. Значит, а когда не то, что коалиции собирают, да, дубиной по голове, я вот побеждаю в первом туре, потому что вот такой вот я солнцеликий и красивый. Ну, потом всем будет плохо. И солнцеликому, и области. Поэтому, когда сейчас дискуссия будет второй, не будет тур, я скажу так, что по нашим исследованиям вероятность его есть. Есть. Насколько она велика? Больше 50%? Ну, я сказал так бы 50-50. Значит, это зависит от того, насколько будут активны два кандидата, значит, оппозиционный, неоппозиционный. Сейчас, сейчас... Вы имеете в виду ЛДПР. КПРФ и ЛДПР, да? Да, да. Значит, сейчас ситуация на грани. Так бы и сказал, по той социологии, которая у нас есть. Значит, по социологии 27% намеренных прийти на выборы, кстати, на выборы, по нашим оценкам, не больше 40% придет, 27%... В Средней по стране? А? В Средней по стране или в Кировской области? В Кировской области. 40% всего. Да, до 40%. Хотя, вы сами понимаете, что социологические меры, методы, они не совсем могут быть точны в этом отношении. Почему? На вопросы отвечают политически активные граждане. Те граждане, которые не ходят на выборы, они от социологов, как говорится, отталкиваются. Ну, допустим, в простом же телефоннике, там, четвертый, пятый человек только отвечает, да, на вопрос пойдет. Вот, ну, это уже дело деталей. Скажу, очень большой процент неопределившихся граждан. И вот эти вот последние недели, я вижу, что, ну, предстоит борьба, она и определит, куда пойдет. Вот это вот треть-четверть неопределившихся граждан, как они позиционируются, пойдут ли они вообще на выборы. Но они уже сказали, что они хотят идти. Но КПРФ в оставшиеся две с небольшим недели до выборов будет предпринимать усилиями того, чтобы неопределившиеся все-таки... Мой приезд, собственно говоря, на это направлен, чтобы мы предприняли более активные действия и скорректировали, скажем так, политику избирательного штаба Сергея Павлиныча. Мы видим, что у него есть все шансы выйти во второй тур, а дальше уже собрать коалицию для победы над действующим в Рио. Потому что области нужны перемены, потому что то, что предлагается, это, ну, скажем так, это тупик. Это тупик. Значит, и граждане... Вы имеете в виду программу предвыборную. Я имею в виду... Ну, понимаете, это просто голое обещание и паразитирование на имени, ну, скажем так, президента. Президент поддержит любого избранного кировчанами губернатора. Это показали и выборы в Иркутской области. Был один в Рио. В 2014 году. Да. Победил коммунист Левченко. Извиняюсь, показатели одни из лучших в Сибирском федеральном округе. То же самое в Новосибирске. Был один в Рио. Значит, победил кандидат коммунист Анатолий Локоть. Один из лучших показателей среди городов-миллионников работы. Поэтому КПРФ предлагает Сергея Полиновича Мамаева, опытного человека, управленца, который прошел все стадии земляка. Я, конечно, не сторонник там, как там говорят, воряги, да, или местный. Но если человек пришел руководить область, он должен, конечно, собирать кадры все. Но прежде всего опираться на местный потенциал. Это всегда, это приветствуется гражданам. Хотя, конечно, им нужна свежая кровь. И никто же этого не отрицает. Значит, Сергей Павлиныч, ваш доморощенный. Сергей Павлиныч, специалист, управленец экстракласса. Сергей Павлиныч, самое главное, честный человек. Страна истосковалась по честным специалистам и по честным политикам. И это качество окупит очень многое. Потому что, и он, самое главное, неравнодушный. Он любит край. И он всей душой болеет. И он, понимаете, он знает, через что можно добиться. Потому что люди его знают, уважают. И не только представители, как говорят, бизнес-элиты или управленческой. Да, он человек прямой и решительный. Но это тоже в наше время очень неплохо. Потому что, когда все, поджав хвост, в виде недостатки и проблемы, прячутся. Сергей Павлиныч не прячется и, как говорится, рубит правду матку. И самое главное, он может организовать вокруг себя людей. Поэтому призываю поддержать Сергея Павлиныча Мамаева, Геннадий Андреевич Зюганов, Центральный комитет партии, Коммунистической партии Российской Федерации. Наши союзники призывают кировчан. Делайте правильный выбор. Поддержите список КПРФ на выборах в Городскую Думу. И поддержите Сергея Павлиныча Мамаева. Не ошибетесь. На этом завершаем нашу беседу. Сергей Абухов, секретарь ЦК КПРФ, член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы двух предыдущих созывов, доктор политических наук. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Оплачены из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Кировской области Сергея Павлиновича Мамаева. Продолжение следует...